МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приближается один из самых долгожданных праздников – Новый год. А за ними – Рождество. Наверняка забегали мысли о подарках, красивых нарядах и, конечно же, праздничном меню. О некоторых особенностях последнего мы сегодня и поговорим. Наша гостья сегодня не нуждается особо в представлении. Ее знают все. Ну, а если кто бывает с нами редко или вообще впервые – Ирина Щуринова. Врач-аллерголог, нутрициолог, а с недавних пор еще и диетолог. Здравствуйте, Ирина Александровна. Давайте начнем наш разговор, как всегда, с подбора продуктов. Вот сегодня большое многообразие. Как в нем не затеряться, как сделать новогодний стол красивым, богатым, сытным, но при этом безвредным. Полезным. Полезным, да, точнее. Да, действительно, когда мы идем в магазин, на рынок, мы видим это разнообразие. И хочется, это же праздник, это раз в году. И хочется попробовать все, сделать все. Я думаю так, что сперва необходимо сесть и продумать, что же конкретно будет на нашем новогоднем столе. Продумать и сделать, соответственно, список. Список конкретно продуктов. Причем продумать не только главные блюда. Я за то, чтобы была на новогоднем столе рыба. В некоторых... Да, по-моему, даже у нас же, у славян есть. Это традиционно карп. Чтобы был новогодний карп. Потому что это действительно сытно, вкусно, полезно. И это сочетается с этим временем года. И главное, что на всю ночь. То есть будет полезно для вот этой долгой, всенощной, получается, трапезы. И будет сочетаться со всеми другими блюдами. И продумывать не только вот такие вот главные блюда. То есть вот рыба такая-то, еще что-то, там мясо такое-то. Но и те мелочи, которые будут это дополнять. То есть конкретно, какие овощи мы можем добавить к нашему столу. Понятно, что у большинства у нас картошка, морковка дома имеются. Их не надо специально будет покупать. Или там не сильно много. А всегда ведь хочется какую-то экзотику. То есть и продумать четко, какая это будет. То ли это пекинская капуста, то ли это хорошо забытая старая брюква, речка и так далее. И продумать вот эти сочетания. Для меня, например, это кажется самым основным. Продумать четко. Вот у меня на столе точно не будет колбасы. Ее уже вообще давно нет. И действительно, это даже как бы у нас считается как? Что колбаса, о, это достаток, да? На столе. Но в моей семье, не скажу, что давно, но несколько лет действительно в моей семье она, я не помню, когда мы ее покупали, она отсутствует. И вот сочетание как раз колбасы даже в традиционном оливье. Ведь это же можно прекрасно заменить мясом курицы, либо говядины, другим мясом полезным. Так ведь? Конечно. И это будет тоже вот такая вот маленькая копилочка в пользу нашего стола, нашего праздника. Может быть, у вас есть некие хитрости, которые помогут не переедать в эту ночь. Потому что даже если продумать меню, да, и сделать его более-менее сбалансированным, тем не менее хочется, вот, ну, как вы говорите, продолжительное время за столом пребываешь, да, и хочется побольше всего. Да даже, может быть, даже непроизвольно рука тянется за чем-нибудь вкусненьким. Вот как предотвратить вот это все? Ну, во-первых, скажем так, стоит обратиться к хозяйке на заметку, на помощь, что, да, хозяйка всегда хочет, чтобы все были заедены вкусно и так, как это, все попробовали, да. Однако все попробовать и так это отвалиться, и ой, я больше не могу, а еще что-то сверху, еще что-то несут, это же не здорово. И стоит вот здесь как бы задуматься, что от искусства хозяйки будет зависеть здоровье гостей, семьи. Все-таки тоже это семейный, но и гостевой праздник. Стоит думать о том, чтобы блюда были легкие, сытные, но который действительно вот попробовал чуть-чуть, и хочется еще что-то, это к хозяйке. А к самому себе, что не надо съедать всю тарелку до чиста, вот имеется в виду общую тарелку салатика, да, даже если он очень нравится, можно и то, и то попробовать, ну, как французская кухня, когда более 20 блюд, и действительно там по чайной ложке. Маленькая хитрость – спешите есть медленно. Именно когда мы медленно едим, идет насыщение, то даже если вы, да, хочется глазами бы съел, но если вы едите очень медленно, вы перемежаете еду, беседой, общением, включается насыщение. То есть вот то, что мы едим, оно, так сказать, доходит в виде уже питательных веществ до головного мозга, и идет команда, что все, в десет, больше некуда, да. Конечно же, стоит помнить о том, что поели и подвигались. И этот праздник новогодний этому тоже способствует, что есть возможность пройтись, то ли в гости, то ли еще куда-то, то ли на улицу, на елку выйти. И вот это движение, ну, так сказать, разогнали то, что мы поели, да. Мы помним, хотя правило запивать нельзя, да, и это действительно так, но для этого до того стоит пить, чтобы… Да, я хотела спросить, действует ли в данном случае это правило? Да, действует. Стаканчик теплой воды там, например. Ну, это лучше до туго, то есть еду лучше не запивать, а, ну, так сказать, готовиться до туго. Действует, потому что чем больше мы пьем, то, ну, процессы усвоения пищи немножко неправильно будут происходить. Смотря что мы пьем, да, тоже, то есть если мы пьем воду, то не стоит этого делать вот просто так, вот идет, вот перемежать с едой. Ну, основное… То есть перед застольем лучше это делать. Да, перед застольем. Ну, основное правило вот для того, чтобы, то есть действительно едим по чуть-чуть, берем маленькие вот порции, то есть это опять же хозяйка должна продумать, чтобы это было маленьких размеров канапе, ну, очень интересно приготовлено. Плюс стоит запустить фантазию, как бы конкурс, кто придумает лучшее название вот этому вот… Развлекательную программу. Да, вот такому вот экзотическому какому-то канапешке, еще что-то такое вот. Вот очень важна сервировка стола, то есть красиво и важно, красиво, дорогая посуда. Вот недавно увидела и спроецировала на свой опыт прошлого действительно тяжелая посуда, тяжелая тарелка, то есть вот наши, допустим, те же хрустальные какие-то вазы, ну, на столе. Тяжелый бокал, они создают большее чувство насыщения, даже если там будет совсем немного налито, либо в тарелке будет меньше еды. То есть как бы идет обман мозга, мы руками чувствуем, что это тяжело, и обманывается мозг, что да, это много. На самом деле это немножко… И руками, и визуально, кажется, такое блюдо ставят. То есть дорогая посуда, она действительно того стоит. Какие-то препараты, способствующие перевариванию, стоит ли ими злоупотреблять? Злоупотреблять вообще никогда не стоит. И лучше есть так, что… Уже есть проблемы, которые уже этим пользуются. Они и до того немножко приготовятся. Как правило, такие люди не будут излишествовать. И после тоже, да, это имеет право быть. И вот в таких ситуациях даже стоит на столах иметь продукты, которые помогают пищеварению. Все новое, хорошо забытое, старое, да. Сейчас возвращается в популярное употребление продукты ферментации. Еще и домашнего производства. Я, например, тоже так загорелась. В этом году у меня стоят на балконе, мочатся яблоки. Да, вот как раз уже два месяца, когда их уже, да, можно употреблять. Для меня это новый продукт, и мне очень понравилось. Я буду продолжать заниматься этим. Тем более это очень легко и просто. Почему ферментированные продукты? Да потому что они уже помогают переваривать пищу. Они и сами, как живые ферменты, А еще и смешиваясь с какими-то продуктами, которые мы будем есть, допустим, та же какая-то мясная пища, да, то есть она тоже будет помогать перевариванию. Но если будет необходимость, да, такие вещи имеют право быть по потребности. Какие-то ферменты без проблем. Но пить их только для того, чтобы побольше съесть не стоит? Нет, нет, конечно же нет. Нет, нет. Это стоит принимать, если вот почувствовали дискомфорт, даже если вы знаете, что, ну, увы, вот я уже такой, то да, я лучше сейчас приму для профилактики, чтобы мне было более комфортно, но не с целью, чтобы все съесть и быть, вот отвалиться. Да. Ирина Александровна, некоторые до Нового года соблюдают пост. Да, это совпадает как раз. Он еще и продолжается дальше. Да, но с 31 на 1 некоторые делают послабление, но, как говорится, могут уйти в отрыв. Как вот снивелировать вот эти границы и, ну, чем может быть шреват вот этот перепад питания? Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Дело в том, что действительно можно уйти в отрыв, потому что этому даже способствует вот это, ну, неправильно все-таки ночью не спать, правда? Да, несмотря на то, что дальше будут выходные дни, в этом году их много, но все равно. Это неправильно, это для организма стресс. И это тоже способствует вот как раз этому отрыву. А тем более, когда это еще следующие два дня, можно тоже, то, ай, ну сколько там уже. Во-первых, сам пост. К сожалению, ну, может быть, я, конечно, не так много общалась с людьми, которые соблюдают именно пост, но, по крайней мере, с теми, с кем я общалась на сегодняшний день, пост дает уклон в то, что исключается животная пища, жирная пища, но дается большой уклон в сторону углеводов, которыми мы сейчас, увы, все страдаем, именно быстрые легкие углеводы. То есть, ну, в переводе так это хлеб, крупа, хлопья, ну, вот такие вот идут. Тех же продуктов ферментации, которые мы обязаны быть во время поста, каждый день и много. Их, ну, как-то, опять же, этим же надо заниматься и делать. Это не так много. То есть проще, ну, так сказать, хлеба наесться, да, так проще. К сожалению, вот этот перекос, сам пост, вот это ограничение, это хорошее дело для действительно очищения организма, но самый главный закон здоровья – это разнообразие. Убирая на время поста вот эту вот животную пищу, это тоже нормально, это смена продуктов, меняется состав нашей микрофлоры кишечника. А она, ну, один из самых главных участников наших процессов пищеварения. И вот эти вот срывы резкие, потому что это резкий срыв, вот дает мощный удар по микробиому, увы, здесь могут быть срывы, ну, на уровне даже нарушений потом дальнейшей выработки ферментов, даже запуска каких-то серьезных нарушений метаболических процессов, то ли это на гепатоз, то ли на диабет выйти и так далее. Поэтому если уж человек соблюдает пост, стоит, ну, где-то продумать небольшое послабление. Вот даже в тот же Новый год мясо все равно такое человек, как правило, не ест, вот рыба, да, имеет право быть, обязана. Я за то, чтобы все равно современный человек, ну, все равно он в других условиях живет, чем когда-то такие строгие посты, все-таки более разнообразить теми же жирами. Потому что в пост ведь нельзя, животный тот же жир, даже те же масла, а и это страдает, вот очень сильно страдает. Чтобы где-то как-то вот не только орехи, семечки, тем более их много-то, тоже нельзя для здоровья. Человек продумывал эти. Вот самое главное, как бы, резюме, что подобные излишества, такой срыв, чреват дальнейшим выходом на серьезные нарушения обменных процессов. Чем можно заменить алкоголь? Вот подошли мы уже к напиткам. Чем можно заменить алкоголь? Нужно ли это делать и как правильно это сделать? Если нельзя, вот то какие напитки можно рекомендовать к столу? И в каких количествах, и как правильно их употреблять? Это, опять же, все индивидуально, кто на сколько нацелен. То есть если человек решил заменить алкоголь на нечто другое, да ему не проблема. Ему не проблема заменить просто на чистую воду. Я думаю, если он... Вот обычный человек всегда выпивает. То есть, допустим, сейчас пост, и вот-вот нельзя, но обычно он всегда принимал. То квас, как раз квас для меня, например, это не альтернатива, например, вот в этой ситуации. Он и продукт брожения, и та же не совсем здоровая флора, даже если домашний вот такой квас, ну домашний может ничего. Там много сахара, который будет тянуть на срыв. Вот на такой. Я бы лучше предложила вот для такой ситуации, такой настой, ну какой-то вот травы, допустим, базилик можно сейчас приобрести. Базилик, мята, ложка меда, настойный, лимон, да? То есть, в принципе, как летом делают такие настой, только там огурец, сейчас для меня это не те огурцы, не летние нормальные, да? То есть, а вот такую траву, хотя она тоже это продукт из тепличного комбината, но все равно это более натуральное, как бы, вот, идет чуть-чуть меда и настоять. Настоять несколько дней. На воде? Да, просто вода. Причем воду в идеале взять, конечно, талую, такую вот живую воду. Источник? Ну, источник, трудно сказать, какая там собачка рядом бегала, что там и так далее. То есть, лучше я предпочитаю в этой ситуации все-таки талую. Ну, вот именно вот мороженое, талая, отстоянная талая вода. Вот в этой ситуации. Я и дома стараюсь делать. Кстати, дома тоже заморозят. Да, так я, например, дома стараюсь делать. Вот, ну, сейчас какой-то у нас как-то лень стала. А так мы, у меня вот несколько банок стоит в холодильнике, меняются, тают и в кувшине потом вот в течение дня мы пьем. Она действительно вкусная вода. Если человек захотел категорически, ну, допустим, действительно, во время беременности, ведь нельзя же пить вино, спиртное, да? Можно, ну, такую имитацию сделать. Рецептов, подобных рецептов в интернете без проблем найти легко. Там вишневый сок, лимон, специи, кардамон, мускатный орех. И действительно, это можно сымитировать вкус вина. Даже тот же безалкогольный гринтвейн. Ведь у нас даже в кафе сейчас элементарно есть гринтвейн алкогольный, есть безалкогольный. Без проблем. Можно вот это вот сымитировать, ну, главное, то уже как подать. Только с какой, опять же, целью заменяем? Опять фантазия. Да, опять фантазия. И с какой целью? Если категорически нет, мне нельзя пить. Ну, если делать эту установку, я думаю, ничего не получится. Все равно найдется какой-нибудь сосед, который скажет, ай, сегодня можно. Ну, так это и нет. То есть главное задать себе установку, зачем я отказываюсь от спиртного. А если все-таки не отказываюсь и пью, то как, опять же, сохранить меру? Найти того товарища, который будет... Отдергивать? Нет, не будет отдергивать, с которым это делать приятно. И вы тогда не напьетесь. Ну, бывают же ситуации, когда действительно кажется, ой, ну, все-таки много выпили. Но была такая компания, где не в одном угазу. То есть самое главное – это компания. Самое главное. Заменить алкоголь приятными разговорами, беседами, шутками. Хорошо. Если все же не удалось себя сдержать, и в новогоднюю ночь присытились, перепили, неважно, коктейли или алкогольных каких-то напитков. Или еда, или тортики, пирожные. Да, да. Что делать, как восстановиться, как прийти в норму после таких не только радостных, но и тяжелых праздников? Ну да, это тяжелые праздники. Хорошо, если никаких таких других жестких проявлений диспепсии, а только вот тяжесть, так, ой, нет, я уже наелся, я уже есть не хочу. Ну, так вот. Ну, самое простое – это действительно не есть, поголодать. И просто пьем воду. И, кстати, в этой ситуации очень хорошо пойдут опять все та же настойная вода с лимоном, либо на других вот цитрусовых с мятой, если это допускается. Просто пить. И вот здесь как раз тоже в помощь вот те продукты, вернее, фармпрепараты, ферменты. Ферменты для того, чтобы помочь вывести вот это перееденное состояние. Очень важно, чтобы на столе было много овощей и овощей сырых. То есть тот источник клетчатки, который сможет и тут же излишек алкоголя, либо сахара сорбировать на себя. И в дальнейшем тоже употреблять сырые овощи и те же квашные, ферментированные овощи. Это легкая. То есть еда дальше легкая, которая облегчит вот эти состояния. Ну что ж, Ирина Александровна, огромное спасибо, дорогие телезрители. С наступающими праздниками. Встречайте их радостно и щедро. Но не забывайте о наших советах. Берегите свое здоровье и будьте счастливы. Берегите себя и своих близких. И пусть все, что не нужно, останется в прошлом. Берем с собой в Новый год только хорошее. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова